Всех приветствую на мастер-классе! Меня зовут Анна Горшанкова и я сегодня ваш спикер. Поработаем сегодня этой невероятной коллекцией Lost in Time. Тема МК очень актуальная, как одну идею, тремя разными способами превратить в три разных дизайна. За основу возьмем вот этот дизайн. В нем использован слайдер, прорисовка веточек и линий. Слайдер нам понадобится из новой коллекции, номер 106, романтичные листья. Для начала возьмем самый легкий вариант. Все оставим в неизменности, поменяем только цветовую гамму. Для этого каждому цвету дизайна нам надо подобрать аналогичный по тону оттенок. Например, для серого цвета фона я подбираю 391 из коллекции Lost in Time. Они примерно одинаковые по тону. А вместо оттенка 390, которым я делала прорисовку, я буду использовать 394. Им выполню линии и возьму листик, идентичный бирюзовому, но только тоже в лилово-фиолетовой гамме. Итак, выкрываю полностью, так же как серым на другом типсе, цвет фона. Просушиваю его хорошенечко в лампе и беру 394 оттенок и вместо бирюзового рисую им точно такую же прорисовку. Окошечко вокруг всего ноготочка и полосочки в тех же местах, где у меня были бирюзовые полосочки. Линии я делаю линеарной кисточкой. Обязательно доводите их до конца, избегайте неровных, неаккуратных стыков, чтобы ваш рисунок выглядел максимально четко. Цвета из коллекции практически не имеют остаточной липкости, поэтому друг на друге они не растекаются. Также они очень хорошо пигментированы и подходят даже для тонких линий. Чтобы создать липкий слой, я использовала слайдер топ гель и после просушки наношу слайдер в то же место, куда я его наносила на предыдущем типсе и перекрываю вельвет топ гель. Он не имеет остаточной липкости и мы после просушки сразу же берем эмпасту белый рафинад и начинаем рисовать листики тоже в тех же местах, где мы это делали на предыдущем типсе на исходном варианте. Обладая навыком заменять цвета, оставляя тональность внеизменности, вы можете один и тот же дизайн отработать на 10 из 10 и использовать его на разные клиентские запросы. Также очень удобно и вам поможет, если на одном и том же слайдере вы видите одинаковые элементы в разных расцветках. Например, на этом слайдере есть такие листики в лилово-коричневой гамме, также в зелено-розово-персиковой гамме и в синей-бирюзовой. И пока я вам это перечисляла, я уже начинаю делать тонкую-тонкую обводку. Я очень люблю подводить слайдеры, потому что они становятся просто как будто в 3D объеме. Напоминаю вам, что эмпаста просыхает без остаточной липкости и ее не нужно протирать и перекрывать. Вот так будут выглядеть дизайны, если вы замените просто цвет, а все элементы оставите на тех же местах. И также вариант в более весенней зелено-розовой гамме. Поверьте, для клиента это 3 разных дизайна. Этот способ тоже крайне эффективный, чтобы из этого дизайна сделать другой вариант, но тоже очень актуальный. Итак, цвет фона тоже подбираем нейтральный и не очень темный, и не очень светлый. Покрываем также весь ноготь. Я взяла 393-й оттенок из коллекции Lost in Time. И далее нам потребуется два оттенка розового. С помощью них мы поменяем подфоновку. Мы уйдем от линий и сделаем немножечко другой фон. Оттенки 385 и 384 идеально для этого подойдут, на мой взгляд. Делаем линейной кисточкой из капелек протяжные линии и превращаем их в широкие хаотичные мазки. Здесь в выборе цвета я оттолкнулась от темы весны и от цветовой гаммы, которая мне предложена в тех же листиках в слайдере. Розовые цвета из коллекции Sensations имеют остаточную липкость, поэтому на нее у меня хорошо прикрепился тот же слайдер с веточкой. Располагаю его в том же месте, что и на предыдущем изначальном типсе и перекрываю матовым топом. Прорисовку я также располагаю в тех же местах и абсолютно ту же самую, которая у нас была на исходнике. Выполняю ее все той же линеарной кисточкой и эмпастой белой рафинат. Таким образом, второй способ сделать новый дизайн из уже имеющегося навыка – это элемент и прорисовку оставить в том же месте, а заменить только фон. Предлагаю вам поэкспериментировать. Заменяйте фон, например, на классическое французское покрытие или на градиент, или на абстрактный, как я сейчас, и получайте все новые и новые варианты. А сейчас скорее делайте скриншот, потому что я подготовила для вас подсказку, какие подфоновки могут быть разные, чтобы развить немножечко ваше воображение и подтолкнуть его к новым экспериментам. И именно в этом варианте мне захотелось еще смешать подобный розовый, как у меня был на фоне, только эмпастой, и добавить немножечко хулиганства. Мое хулиганство будет выглядеть, как капельки стекающей краски из-под кутикулы, такого же розового цвета, уже выполненный поверх, так же, как и прорисовка. И я их спускаю и делаю как стекающие капли, так и висящие в воздухе. Мне кажется, здесь, с такими хаотичными мазками, это достаточно актуальный орнамент, можно назвать его и так, и он отлично дополняет тему весны, весенней капели, немножечко похоже на граффити или на картину в стиле интерьерной живописи. Завершаем нашу прорисовку еще парочкой капелек, которые дополнят композицию. Можно, конечно, оставить и с одной стороны, но я распределю немного более равномерно и добавлю так же и с другой стороны. Этот вариант уже, конечно же, по желанию и на вкус и цвет, но мне кажется, он вполне сюда вписался. Ну что ж, подведем итоги и сравним с оригиналом. Способ номер два. Мы заменяем фон, делаем его другим, элемент оставляем на том же месте и прорисовку тоже, либо чуть усложняем по желанию. И ловите еще одну идею, как можно сделать из этого дизайна другой. Возьмем два новых цвета. Также из коллекции Lost in Time, 388 оттенок и 387. Сначала поменяем фон, мы сделаем градиент, наносим более светлый бордовый и после просушки наверх наносим более темный оттенок, шиммерный. Шиммерные оттенки все прекрасно тянутся в градиент, поэтому легко кистью для градиента мы его растаптываем в дым. Здесь можно особенно не стараться, потому что мы все равно будем закрывать этот дизайн. Как только получилось, отправляем в лампу сушиться. И берем просто космический 398 оттенок из коллекции Hypnose. Намечаем капли, откуда у нас пойдет мазок, и берем кисть для градиента и протягиваем его в красивую абстракцию. Здесь очень важный потом идет момент, потому что теперь элемент я отзеркаливаю, то есть переворачиваю кверх ногами. Также перекрываю вельвет топ гелем и просушиваю в лампе, он высыхает без остаточной липкости. После просушки более отчетливо видны линии, которые у меня получились, когда я растягивала блестящий оттенок. Топом без липкости Teclas я выделяю блестящий элемент на моем слайдере, чтобы он у нас засиял. Цвет прорисовки я также поменяю и смешаю фиолетовую и белую эмпасту. Всю цветовую гамму у меня здесь задал слайдер. Часть прорисовки я оставлю неизменной, сделаю также половинку окошечка, которое у меня на исходнике, и немножечко прорисую также веточек с листиками, как у меня было на исходнике. Но также, как мы и делали во втором варианте, добавлю немного новой прорисовки. Сейчас я рисую веточки и увожу их в ту же сторону, откуда у меня пошел слайдер, то есть где-то справа верхнего угла по диагонали. Стараюсь тем самым поддержать направление моего основного элемента. В качестве дополнительной прорисовки я выбрала тонкие линии, потому что мне очень понравился эффект, который у меня получился, когда я делала широкий абстрактный мазок. Тонкие ворсинки и кисти для градиента сами уложили мне линии из светоотражающего материала, которые под матовым топом сделались такими крупиночками и приобрели очень интересный вообще вид и фактуру. Постараюсь их сделать такими же тонкими, как и обводку у листиков. Когда вы рисуете линии, старайтесь найти начальную точку и довести их до конечной точки, чтобы они у вас имели четкое начало и четкий конец. Вот как сейчас я делаю, чтобы они у вас не болтались в воздухе и не создавали дополнительную небрежность, а наоборот были аккуратными и законченными. Просушиваем все это в лампе и наслаждаемся результатом. Сравним это все с исходником. Видите, мы поменяли именно расположение. Мы отзеркалили его и добавили чуть более сложную прорисовку. Этот пример также показывает вам, как можно отзеркалить композицию и получать всегда удачный ноготь-компаньон для соседних ногтей. Ну что ж, наш мастер-класс подошел к концу. Хотела продемонстрировать вам еще раз дизайны, которые получились в процессе полета моей фантазии. Поверьте, для клиентов это абсолютно разные дизайны. И тем самым я еще раз хотела вам показать, обратить ваше внимание, что вы можете одним навыком делать очень многое.